Благость — это то измерение жизни, которое удерживает все вместе. Стоит нам заговорить о благости, как все сразу же начинают думать о Боге и Божьей благости, из-за того, что это слово долгое время использовалось в разных религиях. Нет, я говорю не о Божьей благости, я говорю о той благости, в которой существует даже Бог. Даже если вы считаете себя Богом, вам нужна благость, чтобы существовать, потому что сама Земля, сама Солнечная система существует благодаря ей. Люди пытались объяснить эту силу, которая удерживает все вместе. Получилось упрощенно, но можно рассмотреть это и так. Упавшее яблоко вызвало невероятный восторг у Ньютона. Это было наблюдение. Никоим образом это не является каким-то научным законом. Даже сегодня для него не существует математической базы. Были проведены всевозможные расчеты, но никто так и не пришел к решению. Это лишь наблюдение, которое можно сделать, упав с двухметровой высоты. Вы сможете ясно наблюдать, что падаете вниз. Яблоко упало вниз, но то, что целое дерево выросло вверх, никто не заметил. Так что во Вселенной функционирует нечто, без чего вы не можете существовать. Вместо благости йоги, нужно было сказать «йога благости». Но благость йоги — это то, с чем вы делаете себя более доступными для благости. Более доступными для благости, чем для гравитации. Если вы доступны для гравитации, то вы станете еще одним существом на этой планете. Ничего плохого в этом нет. Просто это ограниченное существование. Вот и все. Есть ли что-нибудь неправильное в кузнечике, червяке, таракане, воробье? С ними что-нибудь не так? С ними все в порядке. Они прекрасная жизнь сами по себе, просто ограниченная жизнь. Вот и все. Ограниченная возможность. Важность человеческого существования в том, что у вас есть возможности, намного большие, чем у червяка. Вот что важно. Но все те люди, которые стремятся к безопасности в своей жизни, превращают безопасность в единственный, ключевой аспект жизни. Любой выбор в своей жизни они принимают с оглядкой на безопасность. На ком жениться? Это вопрос безопасности для них. Сколько заводить детей? Вопрос безопасности. Чем заниматься или не заниматься сегодня? Вопрос безопасности. Если вы слишком озабочены физическим выживанием, тогда вы живете на уровне кузнечика. Кузнечик наслаждается жизнью, скачет по траве. Это вы тоже считаете опасным. Есть еще земляной червь. Но он очень полезен для земли, в отличие от вас. Вот в чем проблема. Итак, благость йоги означает стать доступным для благости. Благость всегда присутствует, иначе не было бы мироздания. Из-за недостатка терминов мы используем слово «благость». Важно стать более доступным для благости, чтобы ваша жизнь ощущала подъем. Вы больше не будете переживать по мелочам. Что я сегодня буду есть, где я буду спать, что происходит, что должно и не должно произойти, все это вас больше не беспокоит. Каков я сегодня, насколько глубоко мое восприятие жизни. Вот что становится вашей заботой, когда есть благость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok